У нас в гостях на послематчевом интервью защитник Носковского Спартака Ярослав Крашевский. Ярослав, пару слов по игре. Твои ощущения, эмоции, впечатления в принципе? Ну, игра была достаточно часовая из-за погодных условий. Для меня это большой опыт сыграть. На такой поляне было достаточно холодно, но мы справились с этим. Я очень рад, что мы победили. Какие-то конкретные установки, перерывы прозвучали от тренера или сохранять все то же самое, продолжаем? Ну, установка была добить соперника, так как они получили удаление, и мы ввели в счете. Нам сказали больше прессинговать, забить как можно больше голов и не расслабляться в обороне. Задача максимум выполнена на эту игру? Ну, расстраивает, единственное, что мы пропустили. Все-таки матчи на ноль дают более уверенную игру в дальнейшем. А так, игра моей команды мне понравилась. Все понятно, спасибо большое. Удачи в дальнейшем. Спасибо. У нас в гостях на послематчевом интервью тренер московского «Спартака» Вячеслав Андреевич Вашкевич. Вячеслав Андреевич, в первую очередь, поздравляю с победой. Ну и пару слов, ваши впечатления об игре в целом. Ну, достаточно сложные погодные условия, тяжелое поле. Но хочу сказать парням, что они молодцы. Проявили свои сильные качества на таком сложном отрезке и заслужили победы. За счет чего удалось так резво начать и не выключаться вот именно в переходной фазе от обороны к атаке и прессингу постоянно накрывать? Погода, как вы сами сказали, довольно тяжелая. Я думаю, что мы сегодня организованно сыграли при обороне. И достаточно хорошо, быстро выбегали в ответные такие быстрые атаки в случае перехвата. Подвела, конечно, реализацию и могли забивать чуть больше. Но мы всегда не удовлетворены немножко моментами, те, которые складываются. Хочется всегда забивать больше. Замена вратаря сам попросил? Или ваше решение инициативное? Нет, решение совместное мое и тренера по вратарям. Если у нас есть возможность, мы даем сыграть всем игрокам. Во многом, я так понимаю, связаны и с погодой тоже сегодня замена вратаря? Или это плановые вещи у вас по ситуации? Это у нас такие есть плановые вещи. Если мы себя как бы на поле хорошо чувствуем по счету, мы стараемся дать возможность всем игрокам дать сыграть. Вне зависимости от того, какие погодные условия. Понятно. Спасибо большое вам. Удачи в дальнейшем. У нас в гостях на после матча на туре Александр Иванович Хараськин, главный тренер Казанского Рубина. Александр Иванович, пару слов по игре. Есть ли что-то положительное, что можете сегодня отметить в игре своей команды? Во-первых, хочу поздравить соперника. Очень сильный, индивидуально игроки. Забили хорошие голы. Что по игре? Вышли неуверенно. Допустили две грубейшие ошибки. Подарили, можно сказать, два гола в первом тайме сопернику. И вторая желтая карточка привела к удалению игрока. Второй тайм был очень сложным. Но ребята нашли в себе силы. И создали неплохие, в принципе, моменты. Но вы понимаете, что десятером играть против такого соперника очень тяжело. Молодцы, бились, старались, играли до конца. Это самое главное. Будем делать анализ после игры, проанализируем и сделаем выводы. Большое количество браков в первом тайме, на ваш взгляд, с чем может быть связано? Погода и большое количество детей, парней более младшего возраста, в составе присутствующих, на ваш взгляд. Ну вот я ранее сказал, что вышли неуверенно. Неэффективные, неправильные решения приводили к потере мяча. Не смогли где-то, может быть, найти в себе силы, исправить эту ситуацию. Покопаться, проанализировать в голове и допускали дальше ошибки. Понятно, спасибо большое. В дальнейшем удачи. Спасибо. У нас в гостях на послематчевом интервью игрок Казанского Рубина Илья Рожков. Илья, пару слов по игре. И почему, на твой взгляд, немножко неуверенно начали сегодняшнюю игру? Ну, мне кажется, ну, во-первых, я хотел поблагодарить парней за то, что они, несмотря на счет во втором тайме, несмотря на красную карточку, бились до конца, показали свой характер. Но, по счету, почему проиграли, возможно, способствовал красным карточкам. В перерыве, насколько серьезный разговор состоял с тренерским штабом? Потому что очень заряженные вышли на второй тайм, первый, 10-15 минут. Ну, как сказать, мы сами хотели справить эту ошибку, как красным карточкам, можно сказать. И хотели вернуться в игру, но что-то им не повезло. Вот как раз чего, на твой взгляд, все-таки не хватило, чтобы перевернуть свою пользу? Ну, как сказать, мне кажется, красная карточка в этом. Одного игрока, может, не хватало из-за этого. Все понятно, спасибо большое, удачи в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.